Всем привет! Примерно год назад у меня умерли последние уши, которые я носил на шее на протяжении, наверное, пары лет к ряду. Я привык к беспроводным наушникам. Такие купить сейчас очень сложно. Ну, во всяком случае, от компании LG, которыми я пользовался. Я о них не раз рассказывал. И для меня стал вопрос в актуальности выбора наушников. Я, недолго думая, повелся на рекламу от компании Apple. Ну и огромное количество знакомых и людей вообще вокруг использовали Apple AirPods. Почти год прошел, и я теперь, наверное, смело могу рассказать о опыте использования этих наушников. Я понимаю, что для большинства это не очень актуально, потому что вы ими пользуетесь. Но, с другой стороны, если вы все-таки еще раздумываете, для вас это видео просто must-have. Ну и вы, на самом деле, меня просили пару раз рассказать о наушниках, которые я использую в повседневности. Apple AirPods я использую. Давайте на них посмотрим подробнее, и я вам расскажу, какие плюсы и минусы были за год эксплуатации. Поехали! Уладь, что ты там залеп? Давай уже ролик снимать. Так надо сначала еще рассказать о партнерах данного видео. А при чем тут котики? Так это же самый добрый магазин katafoto.ru. У них быстрая доставка, огромный выбор товара, больше 20 тысяч позиций на сайте. Это как гаджеты и не только гаджеты. И вкусные цены, конечно же. Если вы хотите купить Apple AirPods, то лучше всего сделать это именно ukatafoto.ru. Ссылку я оставлю в описании. Крайне вам рекомендую. Все мы любим котиков. С таким названием, как минимум, чекните, посмотрите, что они продают. Ну, кроме Apple AirPods, конечно. Ну и цена на них там очень-очень вкусная. В общем, чекайте ссылку в описании. Смотрите, переходите. Я буду вам очень благодарен. Ну а мы едем дальше. Главное, за что любят Apple AirPods, это, конечно, свобода. Вы легко можете достать их из кармана толстовки. Закинули, достали за секунду. В кармане джинсов они не займут много места. Ну и далее все очень просто. Вы достали их, засунули в уши и вуаля. Вы можете их использовать. По факту они не больше классической зажигалки. Ну и, конечно же, подсыпаются к вашему смартфону автоматически. И, наверное, в этом плане Apple сделали колоссальный шаг вперед. Такого нет больше ни у кого. Вам не нужно лезть в настройки, ничего делать. Вы открыли кейс, у вас появилась на экране смартфона вся полезная информация. Ну и, конечно же, вы можете легко их также убрать. При этом, если вы, например, купили другой iPhone, то никаких сложностей, вы просто перепривязываете. Для этого есть сзади специальная маленькая кнопочка. В общем, круто и максимально просто. В этом плане Apple AirPods подкупают и влюбляют в себя с первых минут использования. Еще один распространенный миф, что наушник легко вылетает. Ну, конечно, форма у шеи у всех разная, но, поверьте, зачастую они сидят как влитые. Непонятно, как компании Apple удалось этого добиться, но факт остается фактом, как бы сильно я не мотал головой, ехал ли в транспорте. Получится так, чтобы наушник выпал и улетел? Я в любом случае этого чувствую. И поэтому вполне себе можно сказать, что в моем плане миф был разрушен на все 100%. Самый частый вопрос, который задают по поводу Apple AirPods, сколько они держат зарядку, особенно те люди, которые их не купили. 6-7 часов. На самом деле, это хороший показатель в среднем для наушников. Да, есть по 20 часов, но у них другой форм-фактор. И добиться такого показателя в столь маленьком и компактном решении достаточно сложно. Но, несмотря на это, есть небольшой лайфхак, для того, чтобы у вас действительно все работало в связке и работало, самое главное, долго. Использовать самый обычный вот такой вот PowerPand. Причем, видите, он у меня уже прям конкретно повидавшие виды, но смысл от этого не меняется. Он на 5000 мАч. И я достаю наушники, далее втыкаю их в уши. Давайте я это сделаю сейчас. Так, и все. И, по идее, вот эту штуку я должен убрать либо в карман, либо в рюкзак, либо в сумку. Я убираю, предположим, но предварительно подключаю сюда их на зарядку. И включаю зарядку. Это нужно сделать после того, как первый раз уже перезарядили именно сами наушники внутри кейса. За счет чего кейс у вас добирает энергию, а вы на выходе ничего не теряете. Это реально упрощает, а 5000-го, соответственно, PowerBank хватит очень надолго. И, наверное, самый-самый большой плюс в том, что вам не нужно будет таскать какой-то дополнительный кабель, подойдет обычный Lightning. Ведь именно в Apple AirPods находится, ну, где-то простое гнездо Lightning на том же iPhone. Для iPhone взяли кабель, ну и, соответственно, пригодился он и для наушников. По-моему, вообще очень круто. Ну и, конечно же, звук. Круто или не круто? Вы знаете, наверное, если мы говорим про суперкрутого меломана, который пробовал наушники за овер дофига денег, ну, то есть 30 плюс тысяч рублей, конечно, звук здесь будет просто неплохой. Если мы имеем в виду обычного среднестатистического пользователя, которыми и являются обладатели AirPods, то хватит наушников с головой для всего. Музыка звучит прикольно, присутствует объем, даже какие-то басы. И верхние, и нижние, ну, плюс-минус звучат так, как они должны звучать. Но у нас открытый тип наушников, за счет чего мы слышим все, что происходит вокруг, а это накладывает определенные отпечатки на музыку, да, это не какой-то там вакуум, это не накладное решение, и с этим нужно мириться. Ну, я думаю, это плюс-минус, как в обычных AirPods, если вы их пробовали проводных. Ну, и, конечно же, нужно понимать, что с точки зрения, например, просмотра кинофильмов, YouTube и всего остального, это безумно крутая тема. Ну, и главный, наверное, серьезный такой лайфхак с этими штуками, что вынимая один, у вас останавливается музыка либо воспроизведение фильма, а также вы второй наушник можете отдать, не знаю, супруге, девушке, другу, и вместе идти, ехать, сидеть, смотреть кино на том же каком-нибудь iPad Pro 12.9, ведь на MacBook, либо даже на том же iPhone. И такой формат использования наушников, когда можно просто достать и отдать, и, собственно, вполне себе можно наслаждаться дальше просмотра фильма не в одиночестве, он, конечно, очень крутой. Ну, это просто как один из сценариев. По факту звук у нас среднестатистический и сильно лучше, чем у большинства наушников за 10-15 тысяч рублей, тем более вот таких вот небольших беспроводных. Ну, и, наверное, какой-то такой резюмирующий вопрос, это захотелось ли мне за год использования поменять их на что-то другое. Вы знаете, нет, не захотелось. По одной простой причине. По факту свобода перемещения без проводов, она, конечно, безумно подкупает и радует. В этом плане наушники, ну, не то чтобы уже уникальны, но все-таки. И второй момент, это удобство эксплуатации. Действительно, это очень удобно. И кейс маленький, и легкий, но это, на самом деле, половина из того, что вы получите, приобретя, собственно, Apple AirPods. Главное, это удобство коннекта с тем же iPhone. Вы открыли кейс, у вас появилась надпись о том, что сколько, где зарядки и так далее. При первом коннекте, либо сразу коннектитесь, либо, если надо, переконнектить, просто нажимаете на сзади, есть кнопочка маленькая. И, в принципе, дальше все, полетели, наслаждаемся. Apple избавилась от необходимости лезть в настройки и нажимать кнопку подключиться. Вот за это уже, в принципе, стоит заплатить денег. Ну, и, конечно же, что бы хотелось поменять, ну, наверное, хотелось бы, конечно, беспроводной кейс зарядки, чтобы кинуть ее на беспроводной блин, и все. На этом пока, собственно, Apple по факту не разродилась ни зарядкой, ни таким кейсом. И, наверное, второй момент, который хотелось бы увидеть, это все-таки более качественный звук, наверное, какой-то более закрытый тип наушников. Возможно, даже поменять форм-фактор. Хотя, наверное, в этом случае это уже будут другие наушники, и тут, скорее всего, только мои фантазии. Поэтому к звуку я, наверное, придираться все-таки не буду. Это своеобразная звучащая штука, но по-хорошему своеобразная. Я не могу сказать, что они звучат плохо. Они звучат много дороже, чем в итоге за них хотят в официальной российской рознице. Так что в этом плане, наверное, как-то так. В любом случае, именно AirPods – это решения, способные удовлетворить абсолютное большинство. Обратите внимание, сколько на улице людей ходят с такими наушниками. Это буквально каждый второй, третий. И это не потому, что маги Apple, все такие задроты, все хотят купить себе именно яблочную продукцию. Совершенно нет. Это потому, что это просто удобно. Вам не нужно заморачиваться о том, как это работает. Оно просто берет и работает. Ну, в принципе, как и с большинством продуктов компании Apple на протяжении последних лет десяти точно. Поэтому конкуренты есть, но конкуренты, они немножко другие. И да, я это не упомянул, но данные наушники работают и с Android. Правда, с Android они работают как обычные Bluetooth наушники, но с другой стороны, свобода перемещения и звук никуда не денутся. Они останутся на месте, и вы сможете их использовать в полной мере. Ну и опять, время автономной работы. Все это будет так же актуально, как и для iPhone. С iPhone просто вы не заморачивайтесь, получаете удобные анимашки с красивой визуализацией, сколько батареечка держит и так далее. Если для вас это не столь критично, то можно попробовать и с Android. Почему нет? Нет, в связке они работать будут немногим хуже. А на этом все. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большой палец вверх или большой палец вниз, если ролик вам не понравился. Конечно, нужно шарить данное видео себя в социальных сетях, подписываться на канал внизу и соответствующая красная кнопка и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Ну и пишите ваше мнение в комментариях. Наверняка вам есть что сказать по поводу Apple AirPods, и среди вас найдется немало их обладателей. Пишите ваши впечатления по поводу этих наушников, что нравится, что не нравится, что вы хотели бы изменить. Мне действительно интересно. Это мой экспириенс за год, а теперь хочу услышать ваш фидбэк за все те же год-полтора, ну фактически уже два. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok